В микрорайоне Речица жизнь спокойная, размеренная. Большую долю застройки занимает частный сектор, где живут старожилы. Это напоминание бывшей деревушке, которая потом вошла в состав города. Вместе с тем здесь строятся многоэтажки, есть две школы и гимназия, больница и поликлиника, детские сады, училища и аптеки. В общем, все, что необходимо для жизни. В целом, местные жители довольны своим тихим и зеленым районом. Хотя не обошлось и без замечаний. Мне кажется, продовольственных магазинов у нас тут мало. Вот в этом районе, то вообще. Вот если был бы какой-то типа еврооптика какого-нибудь, мне кажется, было бы хорошо. А то нам отсюда ходить далеко. Ну, а так вроде бы ничего, мы уже привыкли. С транспортом была проблема, когда бы мост построить, стало легче. Ну, так что, как бы... В целом нравится. Да, жить здесь как тихенько нормально. У нас дорога хорошая стала, и переходы сделали, и район такой, вроде у нас люди все тут хорошие такие, все доброжелательные. Вот у нас и храм построили теперь. Нам вот в этом районе какой-то побольше магазин надо сделать, все. Вот. Ну, и может быть, что-то какое-то и развлекательное надо, чтобы мероприятия тоже здесь у нас проводились. Освещение надо нам. Освещение. Вот это впервые хотя бы где-то вот один-два столбика где-то здесь, потому что машины стоят, освещение в магазин идешь, освещения никакого нет. Скажите, вообще речица как район устраивает вас? Да, да. Меня лично, да, и всю мою семью. Мы привыкли здесь, нам очень нравится. И вообще нравится вот наш тут и парк вот этот, и домик здесь. Ну, просто вот, конечно, ремонт, это, ну, нуждаемся в ремонте, это, конечно. В ремонте давно уже нуждалось дорожное полотно и бордюр по улице Бауманской, 19. Наконец-то и здесь дождались бригаду дорожных рабочих. К шуму работающие техники в ближайших домах не привыкли, но ради такого дела готовы и потерпеть. Это надо было давно сделать, потому что, вы же посмотрите, это малосемейка. Тут же все с детьми, буквально. Тротуара нету. Даже людям пройти это надо было идти по проезжей части. Это чудесно, я уже себе думала, может, это кто написал, что так. Ну, вот, конечно, это очень правильно сделали. В этом дворе предусмотрены работы по замене дорожного бордюра, а также замене асфальтобетонного покрытия проезжей части дворовой территории. Работы запланированы здесь ввиду того, что уже долгое время не проводились ремонтные работы, поэтому городу было принято решение помочь жителям двора и восстановить, сделать красоту. Здесь будет применена дорожная фреза, снятие, полное снятие асфальтобетонного покрытия, ну и укладка нового. На ближайшее время администрации города поставлена задача завершить комплексное благоустройство 10 участков дворовых территорий. В их число входит также и третий заводской переулок в районе Востока. Здесь наводят порядок сразу два предприятия – Кубрестская ДЭП и Брестводоканал. В данный момент мы работаем на переулке Третьей заводской, перекладываем водопровод диаметром 225 мм. Длина участка составляет 600 метров. Ранее здесь лежали чугунные трубы и происходило много порывов на данном участке. В связи с этим было принято решение переложить водопровод на новые трубы полиэтиленовые, срок эксплуатации которых составляет более 50 лет. Надеюсь, что местные жители почувствуют разницу в качестве водоснабжения. Уже совсем скоро местные жители почувствуют разницу и в качестве дорожного покрытия, которое подлежит реновации, а также порадуются тротуарным дорожкам. Ну а работа коммунальных предприятий города продолжится на других участках.